Друзья, хочу начать это видео с такой красоты. Практически вся распустилась махровая гвоздика. Вот только посмотрите, какая это красота. И еще очень-очень много бутонов. Рассаживала сюда очень маленькой куртиночкой в прошлом году. Вот сейчас уже вот такой цветущий островок. Замечательное растение и отлично выходит из зимы. Также хочу показать Хакуранишики. Это на штампе Ива. Уже дала свои молодые приросты. Именно приросты розово-белого кремового цвета. Затем она позеленеет. Вот когда она позеленеет, я ее буду обрезать. Обрезаю я ее два раза в год. После того, как позеленеет и перед зимой. Так она великолепно выглядит. Очень красивая Ива. Но нужно не забывать ее обрезать обязательно. Потому что у Ивы сила роста очень большая. И чтобы смотрелось более-менее аккуратно, ее нужно обязательно подстригать. Держать крону. Такая красота. Лаванда вся на бутонах. Тоже через недельку уже распустится. И посмотрите, как смотрится чабрец. Чабрец ползучий. Смотрится, как живые камни. Правда? Я когда сюда их высаживала, маленькие куртинки, я приподняла, то есть сделала бугорок и тогда высаживала уже сюда рассаду. Чтобы он смотрелся, как на возвышение. Смотрите, как красиво смотрится. Такие цветущие бугорки. Живые камни. Вот здесь тоже. Зацвела теневая камнеломка варигатная. Это, конечно, милота. Мне очень нравится эта камнеломка. Вообще, мне все виды камнеломок я люблю. Все очень красиво сейчас. Хочу заснять этот момент. А то цветает очень быстро. Каждый, кто заходит ко мне на участок в гости, всегда спрашивает об этом растении. У кого есть возможность, обязательно посадите. Буду рассаживать ее, чтобы побольше было таких куртинок цветущих. Посмотрите, уже зацветает роза. Такая красавица. Всем привет! Сегодня 20 июня. Московская область. И я сегодня буду выкапывать декоративные луки. У меня в этом цветнике растет два сорта. Этот сорт, который буду выкапывать, называется аллигатор. Очень мощный, красивый. Крупные фиолетовые головки у лука. Между прочим, просто его в садовом центре очень сложно найти этот сорт. Я покупала у частного лица через авито. И еще один лук. Это позднеспелый, белого цвета. Ну, конечно, я его выкопаю попозже. А этот лук уже все готов к выкопке. Неделю назад я срезала все цветоносы. Листва уже пожелтела. И можно выкапывать. Лук нужно выкапывать, конечно, аккуратно. У меня здесь замульчирована почва конской подстилкой. Чуть-чуть разгребаю. Лук-аллигатор очень красивый. Смотрите, я высаживала буквально одной головкой. Лук, конечно же, разделился. Видите, их уже два штуки. Вот эта головка, она наросла. И вот она. Еще, смотрите, какая граммедная. Лук можно и не выкапывать, но она тогда будет мельчать. Поэтому лучше выкопать. Так, выкопала я все луковицы. Смотрите, какие они крупные. Нужно, конечно, быть аккуратным, чтобы лопатой не разрезать. Здесь в ведре я сделала раствор фитоспорина. Приготовила его из маточного раствора. И сейчас я его, как чеснок, собственно говоря, буду промывать. У нас уже сейчас дожди. А лук уже нужно выкапывать, иначе он может подгнить и плохо сохранится до осени. И вот фитоспорение я его промываю. Смотрите, получается, какая красивая головка. Вот эти корни я не срезаю. Здесь, конечно, не одна головка, здесь их две или три. Но я их буду разделять уже позже. Сейчас просто промываю. Оставлю их на веранде, чтобы ветер немножко подсушил ветерок. Только не на солнце, конечно, потому что они высохнут. Вот как только они обсохнут от воды, я сразу же их уберу в сарай на хранение до осени. И уже осенью я буду разделять их. Очень крупные, смотрите. Лук красивый. Несколько лука много не нужно будет осенью высаживать. Поэтому я тоже их продам, излишки. Так что к осени кому нужно будет, можете обращаться. В общем, сейчас промою и вам покажу. Раствор с фитоспорением я периодически сейчас буду менять. Свежий наливать, потому что луковицы грязные. И их много. Чтобы свежий раствор был. А это цветоносы этого лука. Я их связала и поставила здесь на веранде. Для красоты. Вот такие крупные они. Я знаю, что некоторые даже краской красят, которая в распылителе. Тоже красиво получается. Луки я промыла. Делить, как я уже сказала, буду позже, когда высохнет. Вот эту ботву тоже я сразу не обрезаю. Обрежу, как и у чеснока, когда полностью высохнет. Сейчас я разложила его на веранде, чтобы ветерком обдуло. А потом уже уберу в сарай на хранение до осени. Вот смотрите, я луковицы, когда покупала, мне продавали вот такого размера. Вот точно. Вот. Смотрите, какие наросли громадные. Ну и здесь, конечно, определение тоже будет. По три, где-то по четыре штучки. Вот они, детки. Так. А сейчас я вам хочу еще поставить кусочек видео. Я его снимала 16 июня, как я высаживала гладиолусы. Итак, сегодня 16 июня. Я буду высаживать гладиолусы. Делаю я это очень поздно. Но мне соседка их только вчера принесла. Она работает в садовом центре. И, видимо, то, что не продается, они забирают домой. Но это не столь важно. Я надеюсь, что осень будет теплая, и они успеют у меня зацвести. Высаживаю я в горшки. Я это уже делала, когда создавала я миксбордеры. Если вы помните, то растения были маленькие. И хоть чем-то заполнить, я высаживала их тоже гладиолусы в горшки и прикапывала наполовину. Прямо в открытый грунт. А в этом году я точно так же сделаю. Все буду выращивать в горшках. Потому что, знаете, у меня же цветники все замульчированы. И лишний раз мне копать не хочется. Это надо будет посадить, выкопать. И потом выкопать, чтобы осенью сохранить эти луковицы. Поэтому кашпо самая, мне кажется, удобная вещь. Ну, горшки я имею в виду. Смотрите, сорта у меня такие. Это гладиолус зизен. Это красного цвета. Гладиолус с белыми такими разводами. Очень красивый. Гладиолус блу айл. Это сиреневые такие цветы. Тоже красивые. Гладиолусы сын луны. Это белые. И следующий сорт это гладиолус киев. Очень красивый сложный цвет. Он зеленый с какими-то переливами других цветов. Вот такие сорта. Луковицы я перебрала. Потому что некоторые были гнилые. Я их зачистила. Луковицы небольшого размера. Вот как видно, они в принципе все одинаковые. Растворила здесь в ведре Максим. Потому что хотела их замочить сначала в фитоспорине. Но все-таки здесь они были где-то поврежденные. Где-то уже есть и плесень. Поэтому взяла препарат посильнее Максим, чтобы они у меня в итоге-то здесь в горшках и не сгнили. Делать буду, как и тогда делала, когда высаживала. Высокий горшок беру. Это такой обычный транспортировочный. Здесь большие отверстия, что очень хорошо, чтобы не было застоя воды. Заполнила горшок землей чуть больше половины. И почему высокие? Потому что гладиолусы высокие. Чтобы их сильно ветер не заваливал. Вот как раз высокие горшки хорошо для высадки гладиолусов. Вот я на минут 10-15 замачиваю луковицы. Вот так, смотрите, они выглядят. Уже хорошие отросточки есть. Я их здесь зачистила. Корешочки, смотрите, какие хорошие. То есть они у меня должны быстро тронуться в рост. Я на это, по крайней мере, надеюсь. И все. И теперь, слегка придавливая, высаживаю. Ну, здесь ничего такого сложного нет. Я близко сажать буду друг к другу. Почему? Потому что они, луковицы, небольшие, некрупные. Так, я высадила 5. И остается у меня еще... Еще 5. Так, по 5 штук, значит, будет у меня в каждом горшке. Так, следующий. Валерийский лиф. Пускай пока лежит. Беру землей и сверху засыпаю. Ну, получается, у меня, знаете, засыпать сантиметров 10-12. Сверху земли. Я также их поставлю в цветник. Я даже вкапывать не буду. Просто... Вот, смотрите, как это все. Пучь восьми здесь моя... То, что я составляла здесь. И, видите, листва березовая попадается. Здесь перегной. Здесь еще компост. И кунский немножко навоз переплевший. Вот так. Буду высаживать. Опа! Следующий. Киев. Очень красивый тоже. Гладиолус. Я посмотрела картинки. Я поставлю картинки из интернета. Сейчас полежит минут 10. Луковицы в растворе. И дальше начну высаживать. В этот горшок побольше. Он, скорее всего, 5-6 литровый. Я посажу штук 6. Эти горшки у меня литра 3-4. Так. Киев уже у меня полежал в растворе. Видите, они небольшие. Поэтому я за большим цветком не гоняюсь. Блакета не составляю. Это так. Для себя. Гладиолус это не один из моих любимых цветков. То есть, знаете, я к нему отношусь равнодушно. Но здесь отдали. Нужно высаживать. Потому что я их в любом случае не сохраню. Лето. Вот. Смотрите, как получается. Отлично. И сверху засыпаю. Сверху, конечно, я пролью. Просто водой. И еще здесь останется раствор. Соответственно, я его тоже пролью. Эти горшки этим раствором. Ну, в принципе. Вот так я буду высаживать все гладиолусы. Не дадим пропасть красоте. Это еще не все пакеты. Здесь у меня 4 сорта. Вообще, было еще 4. Я поделилась с другой соседкой. С другой знакомой. Им дала по 2 пакетика. Потому что мне это очень много. За этим не просто же нужно посадить, а еще и следить и ухаживать. Поэтому мне 4 сорта будет достаточно. Так, слегка пролила простой водой и также раствором с Максимом. Получилось у меня 6 горшков. Мне этого вообще предостаточно, чтобы ухаживать. Я теперь эти горшки выставлю в цветник, в риверу. Горшки я разместила на заднем плане, вдоль стены дома. Пока здесь пускаю. Я их слегка вкрутила, чтобы ветром не повалило. Но, в принципе, здесь возле стены ветра особо и нет. Ну, посмотрим. Надеюсь, что они успеют у меня в этом году зацвести. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok